Добрый день! Мы продолжаем серию видеосюжетов по выставке у истоков черного золота. Сегодня я расскажу вам о коллекции агатов Георгия Александровича Чернова. Она была передана в Нинецкий Кровеческий музей в 1997 году. Коллекция состоит из 13 концентрических агатов серо-голубого цвета. Агат один из самых своеобразных минералов на планете. Он удивительно многолик. Ученые насчитывают примерно 150 разновидностей, различающихся окраской и химическим составом. В древности полагали, что агаты являются камнем здоровья, процветания и долголетия. Агаты Чернова были собраны на реке Белой в 1937 году. В это время Георгий Александрович стал участником Северотиманской экспедиции под руководством своего отца Александра Александровича Чернова. Перед геологами была поставлена задача уточнить геологическое строение тиманского гряжа, определить практическое значение полезных ископаемых, проявление которых было учтено предыдущими экспедициями. В полевой сезон 1937 года геологи охватили работами район между морским побережьем и реками Воланга, Белая и Индика. Были обследованы мысли Чайцинский и Румяничный, выходы коренных пород на каждой речушке, что прорезают гряды тимана. На следующий год работа Георгия Александровича, была сосредоточена на изучении базальтовых потоков на реках Белой, Большой Светлой и Кумушки-Волунги. Попутно ученый описывал останцы диманских песчаников и определил, что своими очертаниями они обязаны морозному выветриванию и разнородной цементации пород. Многим останцам он давал названия «ваза», «бокал», «человек в картузе», «пингвин», «слон», которые переходили из уст в уста от одного поколения геологов и туристов к другим и сохранились до сих пор. Экспедиция была очень плодотворна. В базальтах было выявлено повышенное содержание меди, никеля, также включение полудрагоценных камней – агата, халцедона, кварца. На реке Белой была обнаружена самородная ртуть, золото и проявление титана. Обследовано месторождение Исландского шпата на реке Большая Ивка. По итогам экспедиции было установлено, что разработка этих полезных ископаемых является неперспективной, за исключением угольного месторождения на реке Волонги. В 1939 году на нем начались разведочные работы. Через много лет, в 1979 году, Георгий Александрович в качестве консультанта вернется на Седотиман и сделает сенсационную находку – отпечаток ствола тогда еще неизвестного дерева Димонского периода, которую он назовет «блудоватия необыкновенная». На этом мой видеосюжет подошел к концу. До новых встреч!